Я решила сюда прийти, потому что у меня здесь учились родители и получили довольно-таки престижную профессию. Надеюсь пойти по их стопам. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, кандидат экономических наук, доцент. Я рад вас сегодня приветствовать в нашем учебном заведении в Автомобильно-дорожном институте Донецкого национального технического университета. Нас часто называют ДПИ, филиал ДПИ, хотя уже буквально более 20 лет нет как ДПИ, есть Донецкий национальный технический университет. И мы далеко уже не филиал, мы выросли в мощный заметный ВУЗ, институт, автомобильно-дорожный институт. Хотя буквально, вы знаете, на прошлой неделе было встречание в исполкоме, я представителем был, прихожу, говорю, автомобильно-дорожный институт ДНТУ, я стараюсь по большей декабре рассказать. Они записали ДПИ, мы автомобильно-дорожный институт. И так далее, и тому подобное. И поэтому сегодня я буквально с небольшим вступительным словом выступлю. Затем деканы факультетов расскажут о своих факультетах, о специальностях факультетов. Затем выступит заместитель директора по учебной и научной работе. Он расскажет о глобальных перспективах ВУЗа, о том состоянии, которое на текущий момент имеется. И в конце будет у нас ответственный секретарь приемной комиссии. Вот здесь как раз важные технические моменты, вопросы, которые для вас очень актуальны. Как поступать, как выбирать специальность, какие экзамены сдавать и так далее. Эту всю информацию вы сегодня услышите. Учебное заведение сформировало мощный ВУЗ. Мы сейчас находимся в трёх корпусах. Сейчас это первый учебный корпус. Наш рядышком третий учебный корпус возле исполкома. Часто его путают, считают центральным корпусом. Это второй учебный корпус, там находятся тоже два факультета наших. Мы сформировали мощную материально-техническую базу. Мощную лабораторную базу. Деканы это подчеркнули, сделать значительный акцент. У нас сформировался и сдерживается мощный профессорско-преподавательский состав. Он сбитый в хорошем смысле слова. Профессионалы своего дела, они чётко понимают, как готовить специалистов того или иного направления. Это очень важный, безусловно, момент. Если характеризовать материально-техническую базу, также хочу отметить, что у нас очень замечательное состояние аудиторного фонда. В составе ДННТУ мы находимся в этом показателе в лидерах. Очень хорошее состояние мультимедийных устройств. Вот вы видите, у нас здесь есть проектор, это буквально одна из аудиторий. И когда я говорю о нашем институте, я стараюсь идти от общего к частному. От общего. Как я уже сказал, мы являемся структурным подразделением Донецкого национального технического университета. У нас общий диплом, единые подходы и стандарты к подготовке специалистов. Следствие этого что является? Следствие этого является мощная подготовка и высокое имя, высокий имидж. Если говорить о ДННТУ, в советские годы это был ДПИ. В советские годы объективно это был один из лидеров, один из лидеров технического образования в этой глобальной мощной стране. В родном городе, в своем родном ВУЗе. Потому что ВУЗ это не только текущий коллектив, это коллектив десятилетий, прошлых десятилетий. Это мы имеем, безусловно. Как я уже сказал, сейчас будет, может быть, более детальная информация по каким-то конкретным факультетам. Я, наверное, с таким вступительным словом все. А сейчас я предлагаю факультет автомобиля и автомобильного хозяйства. Автомобильный хозяйство, прошу прощения. Декан факультета БК Валерий Васильевич, кандидат технических наук, доцент. Пожалуйста. Наш факультет является старейшим в автомобильно-дорожном институте. Возглавляют в кафедре факультета доктора технических наук, профессора, директора института Чарльцев, Мещенко, Оксинь. За период с 1970 года нами было подготовлено большое количество специалистов, которые работают во всех отраслях народного хозяйства. На факультете имеется огромное количество современных лабораторий. Вот перед вами лаборатория по ремонту автомобилей, лаборатория по изучению сопротивления материалов. Значит, здесь студенты осваивают АЗИ технических специальностей. Лаборатория двигателей современных. Лаборатория по изучению устройства автомобилей. Здесь студенты знакомятся с современными течениями. Лаборатория по исследованию автомобильных шеек. Лаборатория по подготовке водителей. Значит, здесь наши студенты изучают все те навыки, которые им пригодятся в дальнейшей жизни. Студенты, которые... Будущих студентов, работающих студентов, которые прибыли к нам для того, чтобы познакомиться с нашим институтом, и, в общем-то, университетом, с факультетами, которые мы представляем здесь, и специальностями, которые, в общем-то, у нас на данном учебном заведении уже добыла. Факультет автомобильной дороги уже существует более 40 лет. Подготовил за это время более... около трех тысяч специалистов в направлении строительства. Строительство автомобильных дорог и аэродромов называется та специальность, которую я буду представлять. И вторая специальность, которая у нас, это экология охраны окружающей среды. Есть специальности, которые, в принципе, имеют возможность выпускать и готовить выпускать специалистов. Я бы хотел, перед тем, как я делаю более волшебную информацию, посмотреть небольшой фильм, который у нас подпросил. Минутный фильм. Подготовили какой-то инфекционный для чести 40-летия факультета. И вот познакомьтесь с тем, что... Ну, как бы, в родном городе тут находится. Из-за невозможности выехать на территорию Украины. И поэтому, как бы, вроде, самый нормальный вариант есть. Потому что в других институтах, вроде, как бы, нормальных нет. Как бы, вообще, пришли узнать, и если есть что-нибудь подходящее, то можно и поступить. Так, как бы, и все. Так, выбираем, смотрим. Мы посетим еще несколько институтов и остановимся тогда на своем выборе. Почему решили прийти сегодня на День открытых дверей? Ну, узнать, как проводиться экзамены. Может, решим, что поступать. Ну, я выбрал именно этот институт, потому что, ну, хочу поступить... Начать учиться, точнее, по профессии автомеханик. Ну, так как мне это интересно, и, ну, хочу заниматься этим жизнью. Вот. Пошел с родителями послушать, посмотреть, узнать что-то интересное для себя. Ну, и им, думаю, будет интересно. Продолжение следует. Продолжение следует...